Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Как и начинался чемпионат мира в 18.00, так он и завершится в это же время. 15 июля, в воскресенье, сойдутся финалисты чемпионата 2018 года Хорватия и Франция. Как и начинал чемпионат арбитр Нестер Питана, так он его и закрывает. Кроме матча-открытия Россия-Саудовская Аравия, аргентинец работал еще на трех играх. Мексика-Швеция, Хорватия-Дания и Уругвай-Франция. То есть матчи хорватов и французов он уже обслуживал. И как я начинал турнир одной интересной информацией про чемпионат мира, так его и завершу. Был выпущен ролик, в котором я рассказывал про футболистов, которым удалось в один год взять Лигу чемпионов и чемпионат мира. Среди которых я называл Роберто Карлоса, Кристиана Карамбео и предполагал, кто же это будет в 2018 году. В общем, в этом году вновь появится такой футболист. Им станет либо Модрич, либо Варан. Как вы знаете, они оба из Реала, а Реал выиграл в этом году в мае Лигу чемпионов. Небольшое уточнение. Матео Ковачич в финале Лиги чемпионов не играл. Ну и в продолжении темы. Диде Дешам стал четвертым в истории футболистом, который участвовал в финалах чемпионатов мира как игрок, а теперь как и тренер. Удастся ли ему выиграть чемпионат мира как тренер? Хм, скоро узнаем. Ну информации сегодня очень много интересной. Про рекорды еще поговорим. Дальше про достижения команд. Хорватия выиграла всего лишь одну бронзу чемпионата мира 98-го года. На том турнире хорваты уступили в полуфинале на Сен-Дени Франции. И вот спустя 20 лет они играют опять, но уже в финале. Дважды за сборную Франции забил тогда защитник Лилиан Тюрам. Это были, кстати, его два единственных гола за сборную в карьере. А сыграл он более 140 матчей. Но про французских защитников мы еще поговорим сегодня. У Франции достижения посолиднее. Назову турниры, где они становились только чемпионами. Олимпийские игры 1984 года. В том же году чемпионы Европы, а также чемпионы Европы 2000-го. Кубок конфедерации 2001-го и 2003-го. И чемпионы мира 98-го. То есть самые большие достижения у этой сборной пришлись на 90-е нулевые года. И финал для них будет третьим в истории чемпионатов мира. Два предыдущих прошли тоже в этот период с 90-е по нулевые. За 20 лет три финала, согласитесь, это очень круто. И еще вспомним, что они играли в финале чемпионата Европы два года тому назад. Лужники примут уже седьмой матч турнира. Франция здесь уже играла с Данией в группе, а Хорватия совсем недавно в полуфинале с Англией. Вспомним французский путь в плей-офф. Франция и Хорватия две противоположности. Франция группу прошла не совсем уверенно, а вот в играх в плей-офф, на мой взгляд, они более убедительны и показывают совсем другой футбол. Наверное, приберегли кое-какие секреты. В одной восьмой они обыграли Аргентину 4-3. На мой взгляд, это самый интересный матч в плей-офф. В одной четвертой Уругвай 2-0 и в полуфинале Бельгию 1-0. Забила Франция за турнир 10, а пропустила 4. Причем в группе они забили всего лишь 3, а в плей-офф получается 7. И в четырех мячах поучаствовал Гризман. Ну и отметим вот, что у Франции отличились три защитника. Варан, Умтити и Павар. Последний раз у Франции такое было еще в 98-м году. Хорватия прошла группу великолепно, но затем в плей-офф столкнулась с проблемами. В лице Дании, которая обыграла только по пенальти. В лице России тоже матч закончился по пенальти. И в лице Англии, после чего они впервые вышли в финал чемпионата мира. Хорватия забила всего лишь на 2 гола больше Франции 12, а пропустила больше 5. Ну и конечно памятный матч не забываем в группе с Аргентиной. Хорватия уникальна тем, что впервые в истории сыграла на одном чемпионате мира в трех экстра таймах. Даже если бы они сыграли в трех сериях пенальти, тоже были бы уникальны. Надо сказать и вот еще какую вещь. Славянские страны никогда еще не выигрывали чемпионат мира, но в финале играли. Такое достижение покорялось дважды Чехословакии в 30-х и 60-х годах прошлого столетия. Сейчас это две разные страны, как вы знаете. Хорватия в начале турнира была на 20-м месте в мировом рейтинге. И начиная с 92-го года, когда впервые был опубликован первый рейтинг FIFA, в финал пробилась впервые команда с таким низким рейтингом. Перед финалом у Франции будет 10-матчевая беспроигрышная серия. Последний раз они уступали Колумбии в товарищеской игре. У Хорватии 7-матчевая выигрышная серия. Всего эти сборные встречались 5 раз в очных встречах. И статистика тут на стороне французов. Ведь они еще ни разу не уступали хорватам. Последний матч между Хорватией и Францией состоялся 7 лет назад. На Стаде Франц под руководством Билича Хорватия сыграла 0-0. Вспоминаем, что у Гризмана Мбапе забито по 3 гола на турнире. У хорватов по 2 раза отличились Манджукич, Модрич и Перишич. Средний возраст французов 25,6 лет. У хорватов 27,4. Если сравним сборные Англии и Бельгии в матче за 3 место, то там аналогичная ситуация. У англичан средний возраст 25,7. У бельгийцев 27,2. Мбапе самый молодой у французов 19 лет. У хорватов это Чалета Цар 21 год. Самый возрастной Манданда 33 года Субашичу столько же. Кто выиграет? Букмекеры считают, что это будет Франция. На них коэффициент поприемлемей 1,91. На Хорватию почти в 2 раза больше 4,6. Но, как сказал Поль Погба, это финал, тут может быть все что угодно. Как вы считаете, будет ли тут экстра тайм? Подписывайтесь на наши подкасты, оцените это видео и смотрите следующий ролик 5 причин ухода Роналду. Не грустите, услышимся.